Всем доброе утро! Сегодня про кибербуллинг и всех блогеров сразу. Когда я только пришел в это дело, по своему незакрытому гештальту, мне один блогер написал, «Ты нафига это делаешь? С какой целью? Ты воюешь с ветряными мельницами? Будь как все! Ты воюешь с ветряными мельницами? Будь как все!» Я читал воспоминания одного нациста. Он в Освенцине пытался там евреев спасать. Там по одному, по два. Это не Шинлер, а другой. Это узнал его знакомый, тоже нацист. И подошел, сказал, «Ты воюешь с ветряными мельницами? Будь как все!» Он полностью повторил фразу нациста. Люди попадают по эти жернова. И как можно говорить, что воюешь с ветряными мельницами? Я это не понимаю. Блогеры... Профессия блогер появилась последние там 15 лет. Им блогеры быстро перестали быть людьми. Они стали нацистами. Какими-то. Почему блогеры перестали быть людьми? Потому что люди, сидящие в Ютубе, большая часть идиоты. Надо называть вещи своими именами. Выпускаешь ролик, там, человек сбил, ну, двух человек, там, двух человек, у тебя тысячи просмотров. Сын чиновника сбил двух человек, пытается уйти от ответственности. Натянул, буквально, там, это не совсем правда. У тебя сто тысяч. Я смотрел там, как статистика. Большая часть сидящих на Ютубе, к сожалению, идиоты. Они понимают, что уже эти ребята не виноваты. Они уходят. То есть, из темы просто... Хоть извинения пошлите. Просто уходят. Я мы все меньше, меньше, меньше. А где извинения? Где извинения от Кочи? От Самосвалова? Он признал, что это... Тетя Ася, пизда, волка, пьяный. Где извинения? Он на этой тете Аси столько роликов снял, столько хайпа. Где извинения? Я не прошу, я более-менее от людей прошу. От принца Юреля там это вообще. Он сам идиот, как и его подписчики. Нет извинений. Блогеры перестали быть людьми. Сейчас, секундочку. Вот благодаря этим блогерам, вот этим вот, которые перечислены в названии невиновные люди, поверлись невероятной прессу, невероятному кибербуллингу. я не знаю, как, если там верующие среди вас есть, как вы перед Всевышним будете оправдываться. Это абсолютно невиновные люди. Не надо говорить, как минимум, они виноваты, потому что оставили пьяного. большая пьяная компания всегда доробиться, расходиться. Это всегда было. Я про это ролики писал. Всегда люди уходят куда-то там пописать, там, помлевать, покурить, там, что-то поговорить, там, поцеловаться. Это всегда было, есть и будет. Никто друг за другом не следит. Это может быть непьющим очень непонятного. Он непьющим, он не понимает. Если бы он, как бы, вот, выпивал бы и был бы в таких компаниях, он понимал бы, а то он не врубается, как, как, что. А теперь ролик фильтра лапшина. Ему большое спасибо. Ролик про кибербуллинг. Боже мой, какие ямы, все-таки идиоты. Какие идиоты. А блогеры все до тех пор, пока все не извинились, все сволочи. Мразь. Пока.